Я художник-декоратор, который видит красоту в окружающем мире. И я арт-коуч, который может раскрыть и увидеть творческие способности в каждом человеке. Рисую я с детства. То есть это какое-то у меня такое естественное состояние – все время рисовать. Я стала сотрудничать с различными издательствами в качестве дизайнера полигрической продукции. И работала так лет 15. Мои книги занимали даже призовые места на белорусском конкурсе книги. Приходилось работать с такими очень интересными, глубокими авторами. А это такой дополнительный стресс. То есть работу я вроде любила, у меня все получалось. Но оплачивалось это не очень хорошо. И в какой-то период моей жизни так сложились обстоятельства, что мне надо было зарабатывать деньги самой. А когда вот стал такой вопрос, что вот нужно самостоятельно зарабатывать, ну и я стала как бы вот искать какие-то для себя варианты, как вот в русле все того же изобразительного какого-то творчества, да, какого-то изобразительного, найти какой-то чуть более, может быть, коммерческий, так сказать, выход для себя. Вот как раз в этот момент появились у нас на рынке, это было лет 12 назад, может быть, 13, витражные краски, витражные материалы. На тот момент практически никто не делал вот такие вот витражные работы. То есть был популярен батик, там декупаж, да, там вот это вот с кожей работали. А вот витражными материалами как бы никто не занимался вот на тот момент. Свои иллюстрации, вот свои какие-то образы, которые я рисовала на бумаге, придумывала, я просто их стала переносить на стекло, раскрашивать этими витражными красками и делать что-то типа сувениров. И стало получаться очень эффектно. Людям это очень нравилось. И это действительно вот как бы стало приносить мне доход. Когда я этим занимаюсь, я увлекаюсь, я в этом счастлива. 13 лет назад я фактически первая была, кто вот активно привозила сюда витражные краски из Киева, из Москвы, потому что на Минском рынке их даже не было на тот момент. То есть было очень ограниченное, так сказать, количество. Да, и я была таким энтузиастом вот именно развития витражной росписи. Еще почему? Потому что я на одной из московских выставок познакомилась с таким художником из Киева, Вячеславом Раде, у которого в Киеве целая школа витражной росписи была. Я съездила, вот как раз лет 12 назад, я съездила в Киев, познакомилась с ним и поняла, что в Киеве это настолько популярно, настолько развито и настолько актуально, что люди декорируют интерьеры прямо, то есть расписывают окна, подвесные потолки, двери в этой технике. А техника эта еще интересна тем, что это альтернатива классическому витражу. Классический витраж, он модный, популярный, но очень дорогое удовольствие, потому что это жила, это стекло, это дорого очень. И я хотела в Минске все это дело тоже организовать, чтобы и в Минске точно так же все это было востребовано. И поэтому я проводила очень много мастер-классов и вот на базе Хобби Лэнда. То есть я старалась как бы вот это все дело тут тоже развернуть. Тем, чем я занимаюсь, это имитация витража как бы. То есть это получается тоже эффектно, но дешевле намного. Этим просто нужно заниматься и понимать, что мы можем продаваться действительно по всему миру. Так как все-таки все время сидеть и рисовать в мастерской тяжело на самом деле, хочется общаться с людьми. Но с людьми такими единомышленниками, конечно, чтобы это было в кайф, чтобы такой обмен энергиями был. Вот. И поэтому я придумала свой курс такой авторский. Творчество в удовольствие и как бы декор дома своими руками. Александра, замечательная моя, меня в этом деле поддержала, потому что Александра тоже дизайнер профессиональный. На самом деле я из семьи художников. У меня и папа, и мама заканчивали Академию искусств. И я пошла по их стопам. Вот. И работала с очень надолго дизайнером, в том числе и со стеклом где-то. То есть наши интересы с Ладой в этом пересеклись. Но познакомились мы, когда я занималась по большей части фотографией. Да. И у нас получился такой симбиоз, кстати. То есть я начала делать эти горшки. И Александра, вот тогда мы встретились, она делала фотосессии этих горшков. Лада меня втянула, во-первых, в создание этого курса. Можно быть крутым профессионалом в чём-то, но при этом вот так, как я сейчас, сидеть и делать то, чего я раньше не делала. Делать это немножечко бы как, делать это с ошибками и продолжать получать от этого удовольствие. Потому что на самом деле наше общество сформировано таким образом, что все требуют результат, все требуют продуктивность, результативность, перфекционизм. И наш курс во многом о том, чтобы, во-первых, не бояться делать что-то новое, создавать что-то новое, и зачастую даже подходить к созданию чего-то именно таким профаном, отключая вот этого внутреннего... Критика. Критика, да. Формировать какой-то навык, находиться вот в этом состоянии творения, не придираться к себе, что я делаю так, что я делаю не так, и вообще не целиться на результат. И мне кажется, что этот путь, он гораздо более продуктивен даже с точки зрения конечного результата. Да, 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 на самом деле, да. Большинство, на самом деле, моих учеников в подсознании держат, что они будут этим зарабатывать дальше. Ну, или как дополнительный доход. Поэтому тут такая тонкая очень грань. Кому-то я прямо говорю, что, ну, не стоит, что называется, потому что ты просто потратишь много денег, так сказать, и сил на... А результат будет... А кому-то наоборот, говорю, да, дел... И самых-самых классных, и, так сказать, я беру в... Как это сказать? Ну, в партнеры. Нет, в партнеры. Вот у Александра, само собой, тоже сразу стала партнером моим. Вот, и он человек очень... Ну, вот, да, кстати, о преподавании. Я же раньше не преподавала. Мы с Ладой познакомились год назад, и она меня сосватала именно преподавать в дизайн-студию. Если честно, я очень боялась, думала, господи, что я им буду всем рассказывать. Но у меня как-то так пошло, и оказалось, что у меня такой какой-то объем информации есть, интересный и полезный, что сейчас даже для меня странно, что я этим никогда раньше не знаю. Да, и... Правду, правду говоришь. И хочу сказать еще, чем мне нравится. Вот у Александры есть подход к подросткам, на самом деле. Я когда послушала, как Александра преподает 12-ного дизайна, вообще огонь как получать. Они прямо ходят за ней. К слову, почему очень классно, интересно общаться с молодежью. У них на мозге немножко иначе устроены. Что я, что Лада, у нас какой подход? Ну, вот не глядя на это, да. Максимально подготовиться, достичь определенного профессионального уровня, и только тогда браться за какую-то серьезную задачу. И это ведь очень часто нас подводит, потому что нам кажется, что мы недостаточно готовы, мы недостаточно хороши, да? Да, есть такая, как самокритика. Это внутренняя самокритика. Да, да, да. А подростки, они чаще всего, не зная никак, ничто, ничем, они берут и делают. И знаете что? У них ведь очень часто получается. Творческие люди – это люди без возраста. Творческие люди дольше живут. Да, потому что, когда ты все время в процессе, в каком-то творчестве, ты не думаешь о том, сколько тебе лет, или это совершенно становится неважно. И это очень ценно. Особенно для возрастных людей. Ну, так, Александра, она больше с подростками, а я с возрастными людьми. Нет, я тоже с возрастными. Да. То вот это вот основной посыл, на самом деле, который я несу, что когда ты творческий, когда ты все время в процессе, в этом потоке, то возраста нет. Ну, главный посыл вообще всего этого, что действительно творчество в радость, возраста нет. Каждый раз, когда я сажусь делать новую коллекцию, ну, как бы новая коллекция должна подразумевать что-то авторское, что-то интересное, какие-то новые находки, какие-то что-то. Ну, потому что для того, чтобы продавать свои работы, чтобы они были востребованы, должна быть какая-то такая уникальная техника, чтобы вот народ увидел и сказал, вообще даже не понял, как это сделано. Как это сделано? То есть вот это такая фишка, для того, чтобы это было интересно, востребовано, техника должна быть такая, чтобы вообще должно было непонятно, как это сделано. А вот для того, чтобы этого достичь, нужно осваивать или придумывать какие-то вот сложные авторские техники, чтобы было вообще непонятно, что это, как это. Вот, поэтому, когда каждый раз, когда я сажусь перед, ну вот с очередным млыном, и вот я сажусь осенью, там, в октябре, сажусь делать новую коллекцию, там, месяц-два делаю новую коллекцию. И каждый раз, вот за этот месяц-два, когда я делаю новую коллекцию, я придумываю какую-то новую технику. Вот, допустим, мозаика, это вот последняя моя была какая-то, то есть я сама делаю это, авторскую мозаику. Техника – это действительно сложная. Еще, кстати, почему она не очень популярна? Вот к вопросу, почему, да? Потому что она очень трудоемкая. То есть это такой определенный склад характера нужно иметь, чтобы сидеть и глубоко погружаться в это и часами как бы рисовать. То есть, да, это вот не каждый выдерживает, даже не то, что не каждый. То есть это очень такие особенности характера мои, что я могу настолько погрузиться в тему, что целый месяц вообще могу не вылазить из мастерской и часами сидеть и делать новые и новые работы. И вот какие-то фишки такие. И при этом еще, как сказать, эти материалы, они достаточно дорогостоящие. А когда ты придумаешь новую технику, чтобы что-то новое придумать, надо много, ну, не жалеть материалы, не жалеть. То есть вот прямо лить лак, лить краску туда, все это размешивать. Мне это очень нравится, поэтому я не жалею денег покупать эти материалы для того, чтобы вот свободно как бы все это дело, вот эту химию вот в своих этих работах разводить. Есть цель такая антистресс, то есть просто немножко развлечь, отвлечь от какой-то повседневности. Но часто приходят люди, кстати, непрофессиональные, но так разрисовываются, так втягиваются в это дело, что потом делают достаточно профессиональные вещи и даже продают. Потому что в творчестве на самом деле важна смелость. Ну, как бы некий такой элемент авантюризма и смелость лучше переборщить, чем быть слишком робким. То есть вот творчество, оно робость и как бы такую скованность вообще не приемлет, скажем так. Потому что работа получается очень скучная, никому не делает. Поэтому всем своим ученикам, которые даже приходят и говорят, я не умею, у меня не получится, я себя сравниваю с этим. Я говорю, самое главное – это наглость и смелость. То есть я всех раскачиваю, всех, кто когда-нибудь делает, я, ну, как бы такая у меня, как арт-коуч, да, я раскачиваю на некоторую такую смелость, наглость и такой напор. Ну, а для этого нужно не экономить материалы. Опять же, вернется к проблеме. Вот в творчестве, кстати, это такая тема, очень тоже тонкая грань. Потому что когда начинаешь думать о том, как сэкономить материалы, это всегда в ущерб как бы работе. И арт-терапевты – это больше психологи, которые профессионально, ну, как бы, это как бы такое подразделение психологии. То есть они изучают психологию и как курс психологии или даже психотерапии они изучают арт-терапию. Я просто при помощи творчества переключаю людей с каких-то своих зацикленностей, негативных, так сказать, на такую радостную возню с красками. Вот. То есть я просто учу получать удовольствие и переключаться от каких-то своих проблем вот через краски, скажем так. И с моей точки зрения это даже гораздо более действенно. Потому что это такое просто радостное действие. Просто вот человек получает удовольствие и он сам переключается от своих проблем. Я свой курс, кстати, назвала просто «Творчество в удовольствии». То есть просто научиться получать удовольствие вот от такого кайфа. У меня есть ученики, которые более успешные, чем я. Есть такие. Немножко меня это задевает. Я не могу сказать, что я... Я не могу сказать, что я к этому отношусь равнодушно. Вот недавно, кстати, у меня... Мои ученики, которые у меня лет 5 назад учились, мама с дочкой, и недавно прислали мне очень такие художественные уже работы. Да. И я так глянула, и меня так как-то немножко ёкнуло, что... Шевельнуло. Я бы такого и не додумалась бы даже. У меня не такую конструкцию подсвечника такую интересную придумали. То есть первая мысль у меня... Ну, да, так я чувствую конкурента. Да. Ну, потом беру себя в руки и говорю, «Лада, ты сделаешь лучше». Редактор субтитров А.Семкин совершенно случайно, через разбитые часы, вот, я вышла вот на такую ещё и мозаику, авторскую, что называется. То есть я или использую какие-то разбитые свои действительно изделия, или сама делаю, то есть прямо разрезаю стекло на квадратики, там какие-то эти, сама крашу в те цвета, которые мне интересны, вот. И делаю такую авторскую мозаику. Ещё в ход идут, кстати, разбитые какие-то чашки старые, да, какие-то керамические изделия, или разбитые, или я себе специально купила даже вот такие щипцы, чтобы вот делать какую-то, так сказать, форму. Специальные щипцы для мозаики. Но ими можно кусать только керамику, стекло ими не укусишь. Вот керамику можно ими укусить, и вот сделать какие-то ту форму, которая мне нравится. Вот такая, такие штуки. Вот, потом я начала ещё какие-то подбирать. Допустим, покупаю плиточку, вот такой вот мелкой, мозаичная плитка. Уценённая плитка, она стоит недорого, а для моих, так сказать, тоже очень хорошо, для моих целей. То есть вход идёт, собственно, всё, что вот, что напоминает мозаику, или вот что я вручную делаю сама. И получается вот такой интересный эффект. На керамический горшок сначала наклею кусочки, выбираю гамму, какая мне нравится. Ну, вот тут вот мне вот нравится такая средиземноморская. Клею, наклей, а потом сверху всё это дело обмазываю гипсовой штукатуркой. То же самое можно делать фугой, ну, в общем, собственно, строительными материалами какими-то, которые у вас есть под рукой. И вот получается такой интересный эффект. Мои покупатели, они вот, им нравятся мои работы именно потому, что они вносят, ну, как бы такое яркое пятно, что-то какое-то позитивное, такой, так сказать, декор именно вот в интерьер. Мне хочется быть узнаваемой, как бы по всему миру, и чтобы как бы это ценили люди. И ещё мне хочется делать такие очень красивые декор интерьера, вот стены декорировать. То есть, как сказать, немножко делать больше масштаба. То есть масштабироваться не мелкие какие-то сувениры там, или делать большие интерьерные какие-то работы, делать мозаику какую-то большую. То есть ближе к монументальному чему-то. Потому что я на самом деле такая широкая натура, и мне давно пора уже выходить на большие форматы. И я чувствую, что я буду себя чувствовать ещё более свободно, кайфово. То есть вот мне хочется в монументалку уйти. Вот когда понимаешь, что ты создаёшь что-то такое оригинальное, что-то такое уникальное, и которое находит отклик, ну я же время от времени всё равно там, даже если я там уведеняюсь, я же там всё время в Инстаграм выкладываю и вижу реакцию людей. Вот это вот, когда идёт этот обмен, что ты что-то такое придумала, какой эффект классный, показываю, и ты видишь, что люди тут же реагируют тоже так, вау, как классно. Это вот такой обмен энергии, который тут же вот, ну, толкает придумывать ещё что-то. Вообще для художников вот вырваться из состояния, что нужно всё время слушать вкус заказчика – это счастье. И теперь, когда я делаю то, что мне нравится, просто вот в своей коллекции, а потом уже просто, ну, как бы показываю людям то, что я сделала. Покупайте или там, берите мой вкус. Смотрите, вот такая вот свобода – это огромное счастье. Благодаря тому, что я человек творческий, мне не скучно жить. Вот. Вот это самый главный, наверное, такой мотив, который проходит по моей жизни. Мне никогда не скучно. У нас вообще в семье достаточно оригинальные имена. Моя мою сестру, допустим, зовут Марьянна. Да, маму Зоя. то есть, там, племянницу Варвара. Ну, то есть, вот у нас такие, у нас любят экзотические имена в семье. Вот. Поэтому мама тоже, так сказать, немножко пооригинальничала. Дело в том, что в это время была очень модна песня «Хмуриться не надо Лада». Была такая песня. Далее, такой, такой рок-н-ролл какой-то. Ну, в общем, такая достаточно живая песня, во-первых. Значит, сначала маму зацепила на слух эта песня, а потом она почитала, кто такая Лада, что это такое. Оказалось, что это языческая богиня любви. И в старославянские времена слово «Лада» было нарицательным. В фильме «Садко» там звучит такая фраза, там «Садко» обращается к девушке и говорит, «Лада моя». То есть это как бы «Любимая моя». То есть вот такое было значение этого слова. Вот. То есть, ну, на самом деле, как бы, да, действительно, вот красивая история вокруг этого. Но со мной произошла как бы такая штука, что я родилась в 68-м году, а в 70-м году машину «Жигули» переменала. То есть за два года до того, если бы, как бы, родители бы не делали, конечно, это. Ну вот, я в 68-м, а машину «Жигули» переименовали в 70-м. И все мое детство прошло под флагом того, что «Лада Жигули». Это же детский сад, начальная школа. В общем, короче, ложка дегтя в этом, в детстве у меня, конечно, по этому поводу была. Еще в те годы, когда я работала в полиграфии, делала книги, редактировала, дизайн книг делала, детские иллюстрации, мне предлагали вступать в союз дизайнеров. Предлагали, потому что мои книги, они завоевывали места на белорусском конкурсе книги, и поэтому, как бы, в принципе, была такая возможность. Но я, честно говоря, немножко комплексовала. Я считала, что я недостаточно профессиональна, что у меня еще недостаточно опыта и так далее. Вот у меня какие-то были комплексы, но вот такая мечта какая-то внутри жила, о том, чтобы вступить в союз дизайнеров. И только когда я из полиграфии ушла вот в свои авторские работы, стекло, в преподавание, я решилась, поинтересовалась, что для этого надо. Оказалось, что для этого желательно иметь художественное образование и сделать хорошее портфолио, что называется, то есть предоставить на суд комиссии союз дизайнеров хорошее портфолио. И так как у меня было прямо уже три вида деятельности, то есть полиграфия, багаж полиграфии, потом авторские работы из стекла и плюс еще преподавательская деятельность, она тоже считается как дизайнерская деятельность, то я сделала очень классное такое портфолио. У меня была видеопрезентация трех моих видов деятельности, вот, и вот меня в союз дизайнеров приняли. Чем я довольна? Тем, что я с возрастом, кстати, стала гораздо более свободная внутренне, и более открытая миру, чем я была еще 10 или 15 лет назад. Вот это очень кайфово, потому что, когда у нас open mind, что называется, открытое сознание и как бы такой более открытый взгляд, это дает возможность как бы все время совершенствоваться, все время встречать каких-то интересных людей, все время изучать какие-то новые фишки для себя. Ну, то есть, вот это мне очень нравится сейчас в себе, то есть, то, что я стала как бы гораздо более открытая, и как бы я поняла, что вот учиться и открывать для себя новое можно и нужно действительно в любом возрасте, что это тоже, вот, ну, как бы делайте о человеком вне возраста. Надо вслух проговаривать свои желания и постоянно искать, если ты внутренне неудовлетворен, искать возможности решить свои проблемы, расширить какие-то свои, свое сознание, расширить свои какие-то увлечения, и это обязательно выведет вот куда-то туда, куда вот захочется, так сказать, чтобы быть комфортнее, счастливее, внутренне свободнее и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok